Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Катя. Сегодня я хочу сделать большой обзор на косметику 100 рецептов красоты. Я считаю, что это будет многим полезно, потому что многие интересовались этой косметикой. И поэтому прошу вас оставаться со мной. Начинать я буду с самого лучшего, с того, что мне очень понравилось, с того, что меня впечатлило. А закончу тем, что меня не очень впечатлило. Я думаю, так будет справедливо. Итак, давайте приступать. Первый мой фаворит из косметики 100 рецептов красоты, это у нас витаминная пенка для умывания, которая называется смузи фрукт, нежное очищение без сухости. Это потрясающее средство и, по-моему, это уже просто must-have для всех, кто подписан на мой инстаграм, потому что они просто балдеют от этого средства. Судя по их отзывам, это потрясающий аромат кокоса. Если вы будете умываться этой пенкой утром, вы просто будете наслаждаться. Это просто райское наслаждение, как будто вы находитесь утром на солнечном острове и умываетесь вот этой вот волшебной просто пенкой. Я не советую, сразу говорю, смывать ей макияж. Она его не смоет, она очень мягкая, она увлажняющая. Она именно на утреннее умывание, когда на вас просто с ночи остался крем, остатки крема, может быть, жирность какая-то на лице. То есть вы смоете всё это вот этой прекрасной пенкой и пойдёте дальше с песней, потому что она просто невероятно поднимает настроение и очищает, и увлажняет, и освежает. В общем, она делает всё, но, повторюсь, только на утро, поэтому советую присмотреться. Пенка потрясающая. Следующая из той же серии, это у нас уже маска, смузи-фрукт. Маска тоже, у неё восхитительный аромат кокоса. Маска у нас заряжает энергией красоты. Здесь написано, что это ночная маска, но я использую её утром. Я наношу её утром с патчами. Начиная своё утро с того, что я умываюсь, достаю патчи из холодильника корейский и накладываю вот эту маску. Баночка у неё такая не очень примечательная, но она замечательная, эта маска. Она у нас, знаете, такая гелевая, её просто хочется съесть. Она, знаете, по аромату напоминает йогурт. Вот реально молочный фруктовый йогурт. Она очень вкусно пахнет, как я уже сказала, и она очень приятная. В каких случаях наносить эту маску вообще, девочка? Утром. Идеально утром, как я уже сказала. Также, если вы просто вечером устали и хотите просто освежить свою кожу, увлажнить, также эта маска вам подойдёт. В каких ещё случаях я наношу? В тех, когда я наносила пилинг. Я очень часто пользуюсь пилингами всевозможными. И чтобы успокоить, увлажнить кожу, я также наношу эту маску. Хожу с ней примерно 15 минут, потом смываю. После неё даже не требуется наносить увлажняющий крем. Но если у вас кожа сухая, то, конечно же, наносите. Но ещё бывает так, что эта маска полностью впитывается в лицо. И вам уже не хочется её смывать, и ничего наносить не хочется. То есть, вариаций много. Маска потрясающая. И действительно, как заявлено, заряжает энергией. Советую присмотреться. Просто бомба. Пожалуй, продолжу я, наверное, ту же серию. Смотрите, этого кремика у меня уже очень мало осталось. Но здесь у нас вот 50 мл. Но как-то он у меня неэкономично, очень быстро закончился. Это у нас крем тоже заряжает энергией. Смузи-фрукт также содержит манго, чье, кокос. 25% кокосового молочка. То есть, это вот всё из одной серии. Примерно одинаковый состав. Просто кому что нравится, в каком виде. То есть, пенка, маска, крем. Что хотите. В данном случае это крем. Также потрясающе пахнет. У него довольно-таки лёгкая текстура. Потрясающе пахнет. Быстро впитывается. Девочки, я просто фанат ароматов. И это невероятно. Я просто не могу передать свои ощущения, насколько это приятная косметика. Это просто мои бюджетные фавориты, которые ещё долго будут в моём плейлине. Для листей фаворитов. Она у нас, этот крем витаминизирует, увлажняет и питает то, что нужно. Для зимы, да и для лета. Всесезонный, мне кажется, крем. Наношу его и утром под макияж, и вечером, когда это требуется. Следующее, смотрите, очень красивое оформление. Это у нас скраб-суфле для тела. Я очень люблю скрабы для тела. Особенно, когда они ароматные. Здесь у нас в составе малина, сливки и овсяные хлопья. Вы можете себе представить, насколько это приятный аромат. Такой сладковато-молочный. Вот такая вот у него текстура. Скрабирующие частички, они довольно-таки сильные. Они очень хорошо вам всё отскрабируют. Вам понравится этот скраб. И аромат малины, он тоже потрясающий. Мне кажется, фирма 100 рецептов красоты лучше всего справляется с ароматами. Насколько она придумывает вкусные ароматы, это просто невероятно. Мне очень приятно вообще даже брать в руки. У них и красивое оформление, и прекрасные ароматы, и довольно-таки хорошие вообще свойства ухаживающие, несмотря на бюджетную цену. Я просто влюблена вообще в этот бренд. Я думаю, вы тоже в него влюбитесь после просмотра этого видео. А также могу посоветовать скраб-суфле. Просто потрясающий. Если уж говорим про уход за телом, я вам не могу не посоветовать после скраба нанести вот этот вот замечательный лосьон, который называется увлажняющий лосьон для тела, сочные ягоды. Состав малины, сливки, миндальное масло. У него тоже потрясающий аромат и такая легкая текстура. И что интересно, он с помпой. И это для любительниц помп, потому что это очень удобно. И вот такое легкое молочко с ягодным ароматом. Также очень вкусный аромат, конечно. У 100 рецептов красоты. Тут они постарались на славу. И вот так вот все быстро впитывается. Для зимы, мне кажется, это идеальная парочка. После скраба-суфле нанести вот этот увлажняющий лосьон. И будет вам счастье. Потому что вы будете просто благоухать ягодами. Также, девочки, я вам не могу не показать еще одну умывалку. Эту умывалку я купила сама. Она свои деньги. И она у меня уже заканчивается. Но я решила также ее показать. Потому что она того же все-таки бренда. Это у нас умывалка для комбинированной кожи. Которая называется источник увлажнения. Ежедневно очищение лица 5 в 1. Эта умывалка, она просто идеальна для жирной кожи. И тоже, наверное, я скажу на утро. Потому что вечером я умываюсь с такой сильной корейской умывалкой. Потому что макияж достаточно много. И вот эта умывалка идеальна на утро, как я уже сказала. Она очень хорошо также освежает лицо. Она уже для более, знаете, такой комбинированной кожи. Она не для сухой кожи. То есть она так освежает, но не увлажняет. Но она прекрасно освежает. И здесь у нас мягкое отшелушивание. Потому что есть здесь такие, знаете, небольшие гранулы. Которые совершенно не видно. Но они есть. И это придает, знаете, такое легкое отшелушивание. То есть незаметное, нежное такое. Если вам хочется с утра не просто смыть какой-то жир, да, с лица. А еще и чтобы он лучше отошел. Еще немножечко его отшелушить. Это вот идеально все-таки для жирной кожи. Поэтому также я вам советую эту пенку. Я, кстати, показывала уже. Это средство в своих бюджетных находках. Следующее, девочки, что я вам хочу показать. Есть у меня и бальзам, и шампунь. Но бальзам я уже закончила. Поэтому я вам не смогу его показать. Но вы можете себе примерно представить. Выглядит он точно так же абсолютно. Итак, шампунь и бальзам у нас. Манго и кокос. Смузи и фрукт. Объем и упругость. Этот продукт тоже можно купить только ради аромата. У него потрясающий аромат кокоса. Также я здесь очень явно слышу кокос. Но еще немножко манго. Это очень хороший шампунь, девочки. Не сушит, по крайней мере, волосы. Конечно же, это не мой любимый шампунь. Есть у меня профессиональные шампуни в любимчиках. Но этим шампунем я обязательно пользуюсь раз в неделю. Просто для поднятия настроения. И данный бальзам он также не сушит. Отлично увлажняет волосы. Конечно же, не так, как профессиональная косметика. Сами понимаете. Но отлично ухаживает за волосами. И аромат вы будете чувствовать в ванной. Это просто не передать. Следующее, девочки, что я вам хочу показать. Это у нас крем для ног и крем для рук. Посмотрите, такое шикарное просто оформление. Настолько красивое. Я фотографировала эти продукты для инстаграма. И они очень фотогеничные. Они очень красиво смотрятся в инстаграм. Даже без обработки. Так вот. Это у нас крем для рук. Питание и восстановление. Источник природных витаминов. Натуральный мед, сливки и лаванда. Кстати, такой лавандовый цвет. Очень манит меня. Ну, вы представляете себе, если у нас в составе лаванда. Какой это аромат. Медово-лавандовый. Девочки, это тоже что-то невероятное. Я, наверное, сейчас про всю косметику буду говорить. Что она невероятная. Но вам стоило, наверное, к этому подготовиться. Потому что я вам уже когда-то говорила, что из бюджетной косметики я... Вот этот бренд. 100 рецептов красоты в моих любимчиках. Крем очень приятный. Я бы не сказала, что он быстро впитывается. Хотя он и легкий по текстуре. Но на мне он все-таки, мне кажется, долго впитывается. Хотелось бы мне побыстрее, чтобы он впитывался. А так, в общем-то, очень приятный. Очень приятный аромат. Если у вас кожа очень сухая, то он, скорее всего, быстрее впитается. Написано облако нежности. Крем для ног. Знаете, это просто популярный крем для ног. От 100 рецептов. Когда-то он просто гремел на весь YouTube. Я не помню, в таком же он был оформлении или нет. Но все наверняка знают, что данный крем с тыквой пахнет дыней. Правда, он пахнет настоящей дыней. Это такая отдушка. Кстати, он такой желтенький по цвету. Это аромат дыни. Никакой тыквы, конечно же, я здесь не чувствую. Здесь написано, кстати, золотистая тыкова и кукурузное масло. Кукурузного масла, аромата я также не чувствую. Чувствую только дыню. Этот крем для ног, он тоже очень приятный. Очень такой фруктовый, такой взрывной аромат. Поэтому я вообще думаю, его многие любят. И мне в Instagram, девочки, многие писали, что это один из любимых вообще кремов для ног. Какие есть-то, еще и при том, что он бюджетный. Здесь у нас 80 мл. Также, девочки, всем советую. Это просто must-have. Следующее, девочки, что я вам хочу показать, это у нас гель для душа, который называется Я люблю. Также смузи-фрукт. И содержит он у нас сочный манго, ароматный персик и солнечный апельсин. Ну, представляете, да, себе какие-то ароматы. Фруктово-цитрусовые такие сады. Здесь мне больше пахнет персиком. Такой персиковый, манящий аромат. Для любителей персиков. Я вообще люблю персиковые ароматы. И единственное, что бы мне хотелось, чтобы этот гель для душа подольше оставался на теле. Как мне показалось, он не очень долго остается. Поэтому немножечко так ему снижу оценку. А так очень приятный. Последнее, что я вам хочу показать, это у нас тоник. Тоник называется тоник освежающий с соком алоэ. Свежесть, ровный цвет лица, естественное сияние, увлажнение кожи. Без спирта. Это очень важно, девочки. Если вы ищете бюджетный тоник без спирта, то это вам точно подойдет. Этим тоником я пользуюсь редко. Почему-то забываю. Но могу точно сказать, что он не вызывает прыщей, не вызывает комедогенность, не забивает абсолютно поры. Он отличный. После того, знаете, когда он отличный, еще в каких ситуациях, после пилингов, очень хорошо его наносить. Он очень хорошо успокаивает кожу. Он ее увлажняет. А если у вас жирная кожа, то, возможно, вам и крем не сильно-то понадобится. Нет, конечно же, крем нужен. Но он, знаете, лицо как будто обволакивает каким-то хорошим, таким ухаживающим чем-то. Вот настолько он приятный. У вас не будет никаких шелушений с ним. После пилинга протерли лицо этим тоником, и кожа ваша так вздохнула и сказала спасибо. Потому что он увлажняет, как-то успокаивает кожу, очень хорошо на нее действует. Я думаю, мне этого тоника хватит надолго. Он у меня очень экономичный. Пользуюсь я им, как правило, только после пилингов. Вообще, хочу сказать, что я не очень люблю почему-то тоники. Пользуюсь ими редко, хотя нужно уже полюбить. Потому что я почему-то больше люблю сыворотки, чем тоники. И после умывания сразу наношу сыворотку, а потом уже крем. У этого тоника очень приятный, освежающий. Такой природный аромат. Такой травянистый аромат. Здесь написано персик, роза и минеральная вода. Знаете, это мне напоминает какой-то аромат детства. Почему-то такой свежий, прекрасный, чистый. Вот такой вот аромат. Очень приятный. Также советую присмотреться. И вообще, знаете, девочки, какой я могу сделать вывод, что вся косметика 100 рецептов красоты мне подошла. И почему-то мне кажется, что она и вам всем подойдет. И вы будете в восторге. Ну что ж, на этом все. Если вы чем-то пользовались из этого бренда и вам очень понравилось, обязательно пишите под видео. Мне очень интересно, что вам понравилось больше всего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok